пикнули у нас трехард апекс и третье у нас обидос здесь у нас димон и здесь у нас что все поехали перезапускаю таймер и поехали 15 минут надеюсь что на этот раз нас ничего лагать не будет первую запись я также там удалил потому что были лаги на сервере непонятно почему сейчас как этом все починил и все отлично даже сразу засмотреть как-то приятнее комментировать сразу же захотелось нужно лагающих игроков комментировать не очень-то удобно и сейчас мы были практически на одном месте шторм стутив руки были на джампане но у отличный гб тут и фрути экономит экономит одну ракету одну ракету использует потом после плазмок лимба офигеть как овчарки точно так же он поступает 2000 ровно при телепорте нет рек димона не защиту и первое уже прохождение сейчас будет за димоном давайте за ним доследуем до конца просто тихонечко а я не долетает не летает решил кельнуться и на начинают заново шторм сейчас находится по центру на этом мосту посадили у шторма очень классный стрейф и он может настроить и здесь вытащить потому что стрейфа здесь достаточно много но также много надо сделать очень хороших ракет нужно сделать очень хороший плазмоклимп поэтому так все получается у шторма вылетает у стиль порта буквально пара ракет его отделяет от финишной прямой буквально с тысячи пытается долететь не получается нужно было хотя бы немножко себе верно скорости передает под себяшками как-то накидать себе еще упсов но не получилось возможно решил не рисковать в тем не менее 13 минут у нас еще в запасе остается очень много времени дуэль грубо говоря только началась так что развязку мы в любом случае увидим немножечко позже а я напомню что трейхард это пик андет димона апокс это пик шторма и обидос если понадобится будет третий решающий картой на которой решится дол займет бронзу нам и у шторма неплохо получается на самом деле но контроля с ракет видно что может быть немножко не хватает у димонов во всяком случае получается все немножко более чем стабильно ой ой как хотел залететь очень классно очень классное решение импровизация прямом эфире это очень круто всегда смотреть как достаточно топовые игроки пытаются вырулить из непредсказуемого спейсинга на самом деле это намного интереснее смотреть чем заготовленные роуты но заготовленные роуты тем и хороши что в таких вот непредсказуемых моментах потом из них можно вырулить если вы играете первый раз естественно вы просто ничего не сможете сделать итак до сих пор никто еще не финишировал карты что он сейчас очень близко к этому так доклимливает все получается проходит телепорт делает подсебяшку на минус 200 упсов не самое удачное но тем не менее этой скорости должно ему хватить чтобы пересечь эту яму и хватает прямо на краешек приземляется делать гранату и скорее всего первый раз сейчас пройдет шторм эту карту отлично таймит гранату неплохие ракета бортики знает она что нужно знать по крайней мере что наверх ему надо смотрит дальше что же делать и финиширует 117 у шторма димон присылает свои фирменные и восклицательные знака и находится сейчас тоже на очень важном рубеже очень много скорости у него здесь сейчас может вылететь 1700 подсебяшка 1800 еще подсебяшка 2000 про широкий джамп отлично залетает наверх и 54 2 перебивает перебивает шторма времени остается 9 минут и вполне еще есть есть еще время есть еще возможность для шторма изменить это все дело но что я как я вижу шторм не особо готовил эту карту он видимо не ожидал от тути фрути что эти фрути будет играть и выжить и от пути фрути пикает ее уже второй раз и мы против овчарки на пикал в одной второй и сейчас также пикает против шторма говорят в чате что по моему шторм вообще ничего не готовил кроме компача да может быть может быть итак что мы видим что мы видим я думаю он не ожидал пройти дальше от 4 может быть и не что ты отошел вернулась тут тоже самое что банок те кто не в курсе я напоминаю что первый раз шторм даже не что первый раз у нас сервер очень жестко лагом мы связали с администратором серверов и нам починили лаги на сервере теперь мы начинаем немножко зайку заново естественно обновляем таймер и 7 минут уже остается остается половина раунда прошла и димон сейчас проходит основной рубеж основной телепорт очень классный роут у димона очень много скорости здесь развивает 1900 практически на выходе из телепорта под себя шку не рискует делать немножко не долетая тут по спейсингу не везет но ничего страшного бывает также оба начинают сначала у шторма сразу видно очевидно что некоторые проблемы он испытывает при прохождении этой карты но тем не менее он ее тоже прошел и если шторм ее просто пройдет чистенько этого будет уже более чем достаточно если он вдруг на апексе сделает очень хороший тайм и перейдем на все на третью карту на абидос а где он проходит основные плазмоклимбы 1900 вылетает 200 после подсебяшки еще 2 400 скорости у очень-очень много скорости пролетает наверх сразу же после рокет джампа залетает и это это скорее всего просто победа невероятный роут еще гб получился к сожалению без прыжка без прыжка димон просто федишируй просто федишируй димон а врезается везде в итоге фэйлит такое прохождение просто невероятный роут просто невероятный роут киньте кто-нибудь еще раз вдруг смотрят американцы или но англоязычные люди киньте еще раз пожалуйста ссылку шерифа и что там английские комментарии а это было очень жестко это прям очень нереально просто так залетел жестко димон да спасибо шериф просто если я начну в браузере и лазить у меня все залагает да ну у шторма к сожалению не очень хорошо получаются пушки тем не менее разница пока что в тайме не самая большая для данной карты спасибо пус и сервер немножко помоги вы да нет а то это у димона у димона видимо что-то помогало ничего страшного я надеюсь что ничего серьезного не будет я слышал что у димона были некоторые проблемы до турнира с компьютером и он мог вообще не участвовать потому что там прямо серьезно какие-то проблемы были но тем менее он смог у него все получилось шторм сейчас на джемпаде очень хорошо очень много скорости он до этого развил очень быстро эту этот этап прошел пять минут остается но фейлет руки джаб так димона джемпаде давайте за ним проследим проследим его динамику неплохой гб на 980 но этого недостаточно чтобы перелететь в яму лучше всего там наверно просто с вообще делать обычный ракет джамп от стены или либо делать очень хороший ракет буст отличный роут он отлично здесь срезают вот эту змейку димон шторм в принципе более менее вроде бы привыкает карте но не знаем он скорее всего но не то чтобы скорее всего я не мне кажется что шторм уже не особо старается понимает конечно что на этой карте ему тяжеловато и димона перебей будет очень тяжело тем более что димон сейчас очень много скорости развивает пролетает телепорт 1900 на выходе 200 под себяшка 2400 опять же может сделать эту срезу и получается 2500 залетает еще 1600 при вылете отличные две ракеты и главное сейчас не зафейлить пытается сделать как надо с плазму пустом но не получается пусты самая важная часть самая важная часть финала не получается делает ржа и не долетает до финиша к сожалению 52 секунды так бы было а если бы не зафейлил пару раз граунд буст плазма бусту было бы вообще 40 секунд и был бы это очень классный тайм просто просто валидол я не знаю там овчаркин закидывается димон тоже наверно закидывается шторм также начинает сначала не получается у него пройти некоторые этапы димон проходит середину карты очень опять же много скорости по крайней мере здесь у него все стабильно 1800 при вылете 2000 1800 к сожалению получает под себяшка но тем не менее может он успеть пройти юзает роут овчаркина скорее всего подглядел где-то может быть на стриме я не знаю и энтер спокойно ложит плитку в это время но нет тут четыре секунды по моему не успевает хотя 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 может может перебить нет нет рокеджам не получается так бы может быть совсем немножко себя перебил но это не критично остается две минуты шторм по-прежнему не улучшил свое время и очень мало времени остается потому что карта на целую минуту и две минуты это два полных прохождения карты либо несколько раз фейлов на начале шторм задом залетает все техничненько исполняется красиво не получается не рокеджамп полторы минуты остается времени и димон сейчас может еще успеть антон если вы пройдете надо в комс вы поймете всю историю событий и не будете писать глупости вроде этой в чат я бы на вашем месте так и сделал остается минута времени может еще димон успеть улучшить так же как и шторм шторм прошел или эффект да да я вижу но ты спрашиваешь у нас прошли квалификации к этому турниру антон квалификации целых три штуки мы не раздавали инвайты и так шторм сейчас кстати на последнем рубеже грубо говоря ему просто немножко еще пройти но это уже другой вопрос сторону все не отвлекайте я не буду с вами разговаривать да 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 я понимаю и так минута минута 05 а нет не долетает остается 20 секунд и не долетает он так все уже все не улучшить тайм или улучшить на совсем немножко на минута 17 келяется и остается совсем мало времени не хватает скорее всего не хватит ему чтобы пройти как и димону тоже точно также не хватит времени слишком мало слишком большая карта вы была выбрана и переходим мы скорее всего на но не скорее всего точно переходим на вторую карту апекс апекс пик шторма скорее всего шторм я подготовил и может быть даже увидим что-то интересненькое димон пока еще коннектится и поехали обновляю я таймер так шторм явно что-то знает про эту карту как мне пока что кажется димон также не без знаний карта для нас новая мы еще не видели видно видно что у димона заготовлен роут также как и у шторма безусловно а а да нет я подумал сейчас вниз падать будут сразу а там нету пушек а все пушки получают это надо кнопку юзать в любом случае да я надеюсь никак эти двери не помешают игрокам за 15 минут показать свои лучшие результаты я очень на это надеюсь что они не будут одновременно проходить карту а сейчас закроется нет все хорошо отлично подсвяжка димона давайте проследим его действия 900 скорости при вылете забирает красный не делает дабл джамп не получается слишком неправильный спейсинг шторм тем временем прошел дальше и нет нет фэйлит фэйлит джамп к сожалению не проходит до конца пока еще за три минувшие минуты никто пока что не прошел карту не финишировал так 900 при вылете 950 забирает красный и вступает так и шторм на том же самом моменте к сожалению падает в воду и будет ли проходить хочет сделать выпрыг на выбор получается все хорошо подбирает ракету руки джамп еще один руки джамп но не самый удачный поэтому да не получается тут у шторма момент с дабл джампом димон тем временем также пытается его исполнить но это такая карта естественно не самая легкая как и все остальные потому что у нас финал вообще-то тут борьба за третье четвертое место это тебе не хухры мухры да карты из разряда пока сам не пограешь ничего не поймешь наверное не получается джамп у шторма но диму димона все получается в этот раз и может он сейчас пройти и скорее все будет здесь бороться до последнего будет проходить эту карту полностью немножко нервничать видно что ручки ручки нервничают немножко зацепляется же к сожалению лампу там на стене и да тут нужно тут нужно быть очень аккуратным здесь нужно кита закидывать ювелирные ракеты либо вообще вот так да все очень аж неплохо и димон может сейчас финишировать карту не получается к сожалению x но тем не менее за должен залезать туда залезать наверх все получается и финиш и первый тайм ставит димон пока что лидирует по картам шторму я думаю нужно постараться получше ну и видим да что шторм заиграл в отличие от первой карты так как эта карта у него была готова он ее пикнул не просто так в любом случае так димон снова на ракетах зафейлит ли на этот раз до зафейлил немного но по идее может еще улучшить да и скорее все должен здесь улучшать не получается опять же 2x нет просто келяется решает не доигрывать шторки временем на ракете давайте за ним проследим не получается не получается пока что у шторма стабильно залетать туда наверх но рампы не из простых прямо скажем у ее димон просто как будто бы с долей агрессии на залетает шторм телепорт в 19 секунд заходит и сейчас если не зафейлит кто может перебить димона и так 2x отлично ловит делает полтора икс грубо говоря отлично много скорости на финише на больше чем на 10 секунд перебивая димону димону перебивает димона не а в курс аксис так димон на рампе нет не получается смотрим за штормом забирает ракету забирает красный не попадает на рампу здесь нужно впритык к рампе естественно нужно притык к рампе приземляться игроки должны понимать данный спейсинг какой спейсинг встречается нередко в целом дефраге либо вот как сделать сейчас димон димон иссякает 18 секунд чек и ой прямо видно видно немножко не то чтобы даже немножко димон живи пожалуйста димон димон так уж шторма получается почти долл жар не залетается к сожалению снова начинается на старте с ракетами никто не берет плазму естественно потому что плазма для а вот перед штормом вот первый раз закрылась прям перед штормом потому что он может быть кнопку не нажал и так 16 секунд залетает димон в телепорт берет ракету а димон давай доживай доживай димон делает полтора x отлично залетает и может сейчас перебить шторма до перебивает на на целую секунду практически на 2 на 2 секунды вот она мгновенная карту мгновенная карма да такая в лице шторма типа хотел не нажать кнопку и попасть в дырку а нахова перед тобой закрывается просто 6 минут у нас остается пока что лидирует утифруйте разрыв не самый большой 2 секунды всего лишь просто побыстрее пройти отличные подсебяшки кстати говоря от димона да там фраг обязательно там где очень круто играется так отличная рампа от шторма у шторма кстати на самом деле очень быстрый финиш намного быстрее чем у димона и ой ракету не забрал и в принципе и димон не нажал кнопку все начинается начинается нервяк остается пять минут начинается небольшой димон классные подсебяшки от димона опять же не взял ракету шторм так шторм вылетает пока что все хорошо у него получается одна ракета в запасе все верно подбирает ракеты вырывает красный не попадает на рампу к сожалению димон начинает отличный уровень кстати говоря демонстрирует димон и очень красиво исполняет ракеты так димон у димона очень классно начало 38 первый чек это очень хорошо по моему плюс плюс где-то 500 600 в отличие от остальных да вот шторм тоже 3 и 9 чек 1 попадает на рампу за результат телепорт около 17 секунд делает плазмоджамп да ну вот эти рапу вот эти спейсинги на рампы они конечно немного сбивают людей ну не то чтобы сбивают как бы они должны были наверное потренировать немножко эти моменты потому что там все очень даже попадается в принципе ну может быть не хватает опыта может что-то еще как знать что он пытается пройти стрейфом но не получится этого сделать остается менее четырех минут димон по-прежнему пока что лидирует разница также 2 секунды вот у шторма хороший шанс кстати говоря сейчас попадает отлично рампу залетает телепорт залетает заходит 17 минут по 17 секунд и хороший был выпрыг но скорее не хватило к сожалению стрейфов так дима вылетает 900 скорости отлично 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 залетает 16 секунд телепорт получается еще и получается выпрыг но не самый удачный тем не менее он перепроходит берет ракету хорошая хорошая ракета а вторую вторую к сожалению фэйлит не получается будем в этом плане более стабильно робот и он очень хорошо придумал этот момент ой почти наверх залетел димон так уж там тоже тут все достаточно неплохо не упадает к сожалению на рампу как-то валидолом может закинулся шторм немного его шатает остается менее менее двух минут всем вновь подключившимся привет это у нас 3 4 это у нас точнее вторая карта за 3 4 место в данном турнире далее у нас будет финал это против овчарки на играют физику цпм в одном месте практически идут сейчас шторм с димоном но дима фейлиться а что он не подбирает ракеты с броней хотя там броня принципе не так важно там главное брать ракеты и напомню всем кто может быть не знал или кто забыл 10500 рублей у нас призовой фонд 500 рублей буквально вот сегодня накинули за который борется у нас данные господины так димон залетает телепорт 16 8 примерно делает хороший выбор забирает ракету отличный рокет джампа попадает нет не попадает на пати к сожалению и шторм также фейлиться все стоп время кончилось и побеждает в итоге тути фрути забирает эти фрути третье место поздравляем его большой большой молодец все у него получилось давайте посмотрим на сетку шторм также занимает четвертое призовое и тоже заберет кусочек тортика пусть шторм далеко не отходит нам нужны будут его контакты чтобы передать оба 2x предки да вот такие дела